Сегодня Россия является одним из государств, которое наиболее активно борется с терроризмом по всему миру. Поэтому не исключена возможность того, что ее будут стараться всеми возможными способами вывести из игры, в том числе пытаться организовать теракты на нашей территории. И к этой угрозе надо относиться со всей серьезностью. Тем более, что в рядах террористов есть и выходцы из России и стран бывшего Советского Союза. Все они ведут очень динамичный образ жизни, активно мигрируя из зоны боевых действий в Ираке, Сирии. Страны СНГ и также обратно. И мы с вами должны быть вдвойне бдительны, потому что уезжая туда, будучи простыми обычными людьми, просто с затуманенными мозгами, они возвращаются уже твердыми фанатиками, прошедшими войну, боевые действия и имеющими диверсионные навыки. На заседании комиссии было принято решение усилить меры безопасности по всем направлениям. Отработка жилого фонда, включая чердачные и подвальные помещения, профилактическая работа с застройщиками, транспортными компаниями и торговыми сетями, широкое информирование населения. Губернатор Московской области Андреевич Воробьев призвал усилить бдительность. И в первую очередь это касается управляющих компаний управдумов. В поселениях необходимо собрать встречи с председателями Советов домов, ТСЖ, ТОСов и других структур жилищного самоуправления, провести инструктажи по безопасности антитеррора. Была отмечена необходимость всестороннего содействия силовым структурам, в первую очередь территориальным подразделениям полиции. Нужно выявлять места возможного размещения злоумышленников, отслеживать так называемые резиновые квартиры, плотнее контролировать территории рынков и транспортных узлов. Необходимо тесное взаимодействие правоохранителей и местных администраций. Мы работаем по своей, скажем так, оперативно значимой информации. Это информация, которую получаем, скажем так, в результате совместной работы всего прохранительного блока. Однако главы городских селений, весь сельский селений немножко от этого устранились. На совещании было решено проводить заседание комиссии еженедельно, а ответственность чиновников за проведение антитеррористической работы сделать персональной. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.